Наследственный договор В случае от наследственного договора наследодатель уполномачивает своего наследника на выполнение определенных действий. То есть, например, наследодатель может указать при жизни наследнику о том, что в случае, если он закончит какой-нибудь вуз и получит высшее образование, то после этого наследодатель опишет ему квартиру, либо движимое имущество машины, например, либо передаст ему бизнес. Таким образом, наследственный договор заключается при жизни наследодателя. И в этом случае наследник уже в курсе того, что ему достанется после смерти наследодателя. Кому-то достается машина, кому-то недвижимое имущество, ценные бумаги и так далее. И в этом случае наследник в курсе того, что ему нужно выполнить определенные условия для получения данного вида недвижимого имущества. Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, что преимущества наследственного договора состоят в том, что наследник и наследодатель договариваются заранее о условиях и сроках выполнения определенных условий для получения наследства в дальнейшем. Совместное завещание супругов. Оно чем-то отдаленно напоминает наследственный договор, но отличие состоит в том, что супруги должны находиться в официальном зарегистрированном браке. С наследственным договором таких проблем нет. В этом случае не требуется регистрация отношения официальная и можно заключить наследственный договор с абсолютно любым человеком. Что делать, если во время зарегистрированного брака супруги приняли решение расторгнуть данный брак? В этом случае совместное завещание супругов уже не будет иметь силы. В данном случае с момента расторжения брака все условия, которые были оговорены на момент совместного завещания супругов, будут признаны недействительными. При совместном завещании супругов есть одна особенность. Если супруги захотели изменить данное завещание, либо вообще выйти из этого завещания, они имеют полное на это право. Согласно закону, для большей юридической значимости совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению. Кроме того, для исключения предъявления претензий со стороны одного из супругов, нотариусы проводят видеофиксацию, подписание и изучение совместного завещания супругов. Конечно же, в случае, если ни одна из сторон не возражает. Совместное завещание супругов может стать удобным инструментом для распоряжения общим имуществом.